МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДТП произошло после того, как один из пассажиров ударил женщину-водителя, которая потеряла управление над транспортом. Подробная хронология происшествия в следующем материале. Дорожно-транспортное происшествие произошло именно здесь, на этом остановочном комплексе, напротив 7-й городской больницы. Именно этот автобус и избил людей. Территория сейчас оцеплена. На месте работают полицейские, проводя первые следственные действия. Злосчастный инцидент произошел 22 декабря в 18.15. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как автобус на высокой скорости сносит людей и врезается в стоящие авто. А на этих кадрах за несколько минут до аварии пассажир бьет по лицу водителя, который теряет сознание и управление над автобусом. Мужчину-дебошира до приезда полицейских задержали другие пассажиры 47-го маршрута. По аудиозаписи, распространённой в соцсетях, женщина-водитель призналась, что пассажир якобы пропустил свою остановку и потребовал немедленно остановить транспорт, а получив отказ, впустил вход кулаки. Она в одиночку воспитывает двух детей. У неё есть солидный стаж. Ранее управляла троллейбусом. Пассажиры отмечают, что она утром была в хорошем настроении, улыбалась. И вот такой случай. Сколько человек погибло, сколько пострадало по вине одного человека. Мне удалось увидеть, как всё было изнутри. Как он ударил водителя. Бог ему судья. 36-летняя водитель автобуса сейчас, как и двое других пострадавших, находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы номер 7. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Остальные пациенты также получают лечение. Пациентка 50 лет, переведена из отделения реанимации 24-го числа в отделение политравмы. Состояние оценивается как тяжёлое, с положительной динамикой. Мужчина 55 лет с диагнозом закрыта черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга лёгкой степени, находится на лечении в отделении нейрохирургии. Состояние стабильное. Ещё одного несовершеннолетнего пострадавшего перевели на амбулаторное лечение. Подозреваемый ближайшие два месяца по решению следственного суда проведёт в СИЗО. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Диас Махамбетов, Ернат Булатбек, телеканал Алматы. Между тем, один человек погиб, ещё пятеро пострадали в результате аварий на трассах в Североказахстанской области. Только за последние три дня там произошло 4 ДТП из-за гололёда и плохой видимости. В связи с экстремальными погодными условиями в регионе закрыли трассы почти по всем направлениям. Тем временем в травмпункты Петропавловска за минувшие выходные обратились около 100 человек. О последствиях непогоды сюжет Нургуль Алиной. Улицы областного центра сейчас напоминают каток. Вечером при понижении температуры тротуары и дороги покрываются толстым слоем льда. Петропавловцы жалуются на плохую работу местных коммунальных служб. Особенно боятся за свою жизнь пенсионеры. Переломы и ушибы в их возрасте могут оставить непоправимый отпечаток на здоровье. Хоть бы посыпали маленькой песочком, там вообще невозможно идти по тому тротуару. Берегусь, иду совсем по чуть-чуть, потихонечку, потихонечку. Понимаю, мне сейчас в таком возрасте поломать ноги очень. Трудно потом подняться будет. Ну а что сделаешь, дождь прошел ледяной. А то, что ходить, да, неудобно, лед, да, гололед. Не посыпают, не чистят. Могли бы пройти с щеточкой, наверное, хотя бы было бы не так. Между тем, в травмпункт продолжают поступать горожане с обморожением. За прошлую неделю таких фактов было три. Одного человека госпитализировали. Из-за гололеда у многих пациентов диагностировали переломы и ушибы. За прошедшие выходные дни в травмпункт многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи с уличными травмами поступило 87 человек. В основном горожане получают ушибы и переломы ребер, верхних и нижних конечностей, луча в типичном месте. Чаще всего переломы получают люди старшего поколения. В Акимате города говорят, коммунальщики работают в усиленном режиме. И заверили, что в скором времени противогололедной смесью будут охвачены все улицы. Ежедневно ведутся работы по очистке улиц. То есть механизированная очистка после вывода снега. Задействовано порядка 200 единиц техники. Работы ведутся с 8-9 вечера до утра. Потом в 5-10 проводятся работы по подсыпке песко-соляной смеси. В целом в текущий зимний период было заготовлено 2500 кубических метров песко-соляной смеси. Из-за резкой перемены погоды уполномоченные органы приняли решение ограничить движение для всех видов транспортных средств на автодорогах республиканского и областного значения. Сейчас в регионе трассы закрыты по всем направлениям. В период неблагоприятных погодных условий убедительно просим водителей не выезжать за пределы населенных пунктов и следить за СМС-оповещением. Кроме того, необходимо неукослительно соблюдать правила дорожного движения, соблюдать дистанцию, установленную скорость движения транспортных средств, а также не выезжать на полосу, предназначенную для следственного движения. За последние три дня на дорогах области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В результате аварии один человек погиб, еще пять пострадали. Нургуль Алина, Азамат Елубаев, телеканал Алматы, Североказахстанская область. В Шымкенте многодетная мать спасла шестерых соседских детей от пожара. ЧП произошло 16 декабря. В момент происшествия женщина разбила окно и вошла в горящий дом. Благодаря ее отважному поступку никто из детей не пострадал. За проявленный героизм и отвагу Марин Гафарову наградили местные спасатели. О женщине с большим сердцем репортаж Елены Карпенко. «Загорелся шестерых детей, окно разбило, шестерых детей вытащило». Ту злополучную ночь, когда Марина Гафарова заметила пожар в соседском доме, вспоминает с ужасом. Языки пламени быстро распространялись, а из дома доносился детский плач и крики о помощи. Времени, чтобы дожидаться огнеборцев, не оставалось. И женщина, рискуя собственной жизнью, решила вызволить шестерых детей собственными силами. За проявленный героизм Марину Гафарову наградили местные спасатели. По словам женщины, когда она увидела огонь, не задумываясь босиком, выбежала из дома. Преодолела трехметровый забор, а когда заметила в доме газовый баллон, позвала на помощь супруга. Сама Марина – мать четверых детей. «Я услышала плач детей и выбежала. У нас дома очень близко расположены друг к другу. В доме был газовый баллон, который мог взорваться в любую минуту». Напомню, страшный пожар произошел в ночь на 16 декабря. Мать-единочка уложила детей спать в арендованном доме, а сама ушла на работу. Оставшись без присмотра, дети начали играть с огнём, после чего произошло возгорание. К счастью, никто не пострадал, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Женщина проявила героизм, спасая из этого дома шестерых несовершеннолетних детей. Причина пожара – неосторожное обращение детей с огнём. ДЧ Шемкента рассказали, что направили документы в министерство, чтобы 27-летнюю жительницу представили к высшей награде за проявленный отвагу и героизм. Однако женщина считает, что на её месте так поступил бы каждый. О нынешней судьбе погорельцев ничего не известно. Елена Карпенко, Альдаржан Усканов, телеканал Алматы, Шемкент. 16,5 миллионов тонн зерновых в этом году собрали казахстанские аграрии. И это вопреки капризам природы. Неплохие показатели урожая по масличным и кормовым культурам. Производство животноводческой продукции выросло более чем на 3%. Всего на поддержку агропромышленного комплекса в 2023-м выделили больше триллиона тенге. Итоги года в сфере сельского хозяйства подвела Далина Осипова. Посевной сезон в этом году начался с засухи. Всю весну дождей не было во многих регионах. В августе из-за потери урожая фермерам пришлось обращаться за поддержкой к президенту. Что не погибло, испортилось. В результате цены на зерно упали, отмечает депутат-мажорица Айдарбек Худжаназаров. Самая большая проблема, с которой столкнулись, это погодные условия. В частности, погодные условия, которые были в Ахмолинской области, Павлодарской области, в начале посевной и в течение сезона. И то, что настигло практически всех, это августовские, сентябрьские дожди. Что также сказалось на качестве пшеницы, в дальнейшем это сказалось на цене пшеницы. И на сегодняшний день большинство фермеров пострадали из-за этого. Я думаю, что это, наверное, самая большая трагедия этого года для сельхозтовропроизводителей. Несмотря на природные катаклизмы, собрать с полей удалось 16,5 миллионов тонн зерна, неплохое урожай масличных и кормовых. По словам министра сельского хозяйства, с учетом переходящих остатков прошлого года, для полного обеспечения рынка запасов достаточно. Всего на поддержку агропромышленного комплекса в 2023-м выдали больше триллиона тенге. Производство продуктов животноводства увеличилось больше, чем на 3%. А объем валовой продукции превысил 8 триллионов. В перерабатывающей отрасли наблюдается стабильная ситуация. Объем производства продуктов питания за указанный период вырос на 1,9% и составил 2,9 триллиона тенге. Благодаря оказываемой государственной поддержке, в том числе финансовым инструментам, увеличивается приток инвестиций в отрасль. Важнейшим шагом в прошедшем году эксперты называют создание Министерства водных ресурсов и ирригации. К проблемам, накопившимся в вопросах водообеспечения, теперь будет повышенное внимание. После тяжелого года аграрии с оптимизмом смотрят в год грядущей. Зима началась с обильных снегопадов. А это значит, что земля напитается влагой. Это главная предпосылка для хорошего урожая в следующем году. И на этом пока все. Делитесь интересными новостями. Не пропустите следующие выпуски в 15.00 и 19.00. Всего доброго, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok